МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рассказывайте. Погода. Добрый. Добрый. Все хорошо. Все просто замечательно. Хорошее. Минус 9. Хорошее. Дождь. Минус 18. Хорошо. Дождь. Морозы пришли. Дождь. Минус 20. Настроение отличное. Ясно. Все хорошо. Чудесненько. Прелестненько. Итак, с самого начала. Свеча. Огонь. Всегда наш помощник. Чистильщик. Лакмусовая бумажка. Которая показывает, что происходит. И вода. Некипяченая. Питьевая. Добрый. Сегодня у нас по большей степени разговор пойдет о воде. Работать будем с водой. Поскольку я сталкивалась с тем, что не все принимают крема, переносят. Есть аллергии. В этом случае я вам говорила, да. Воду заряжаем. И делаем массаж лица, массаж тела водой. С самого начала хочу еще раз заострить внимание. Пузырьки уже в воде. Не помню кто, девчонки, кто-то из вас, на каком-то вебинаре ваза с яблоками. Ну, водильные яблоки будут. Я уже говорила, да, продукты, фрукты, овощи. Все, все можно заряжать. На каком-то вебинаре кто-то мне задал вопрос, что болит голова. В голове я ничего не увидела. Проблема была в шее. Выяснилось, что, насколько я помню, делали по видеозаписи. То ли на омоложение. В общем, массаж какой-то, я не помню. И, естественно, сделали неправильно, добрый. Шею переклинило. Почему я это вспомнила? Ну, и в посте было написано, да, я с этим уже не раз столкнулась. Не надо реагировать, хвататься за то, что очень красиво, ярко, красочно описано. Массаж себе или специалист какой-то. Всегда прислушивайтесь к своей интуиции, во-первых. Во-вторых, это должен делать специалист. То, что показывают в интернете, даже если это делает специалист, мы сами себе не всегда можем правильно сделать. Тем более лицо. Там очень много мышц, о которых мы не знаем. Мы не медики. Почему, когда я с вами работаю, да, легко? Мы легко проходим. И я никогда не делаю каких-то упражнений. Ни на лицо, ни на спину, позвоночник, на тело. Я никогда не делаю, потому что вдруг кто-то неправильно поймет, недопоймет. Последствия будут не очень хорошие. Поэтому всегда думайте. Не зря говорят. Десять раз отмерь, один раз отрежь. Написать, рассказать можно очень красиво. Нереально красиво. При том, что за один раз там все сразу изменится. Ну, за один раз может измениться то, о чем я сейчас рассказала. Сломать можно очень быстро. Восстанавливать нужно очень долго. Очень долго. По мне, так, самое безопасное, это работа энергиями. Ими ты себе не навредишь. Потому что, как защита от дурака стоит в любом случае. Энергии, они живые, понимающие, сами знают доброго, приятного. Что лучше и как лучше сделать. Даже если мы работаем группой. Энергии работают с каждым человеком индивидуально. Делают так, как именно этому человеку нужно. Единственное исключение. Я сама с этим сталкивалась. Не сама лично присутствовала. Когда некоторые особо умные клиенты, ученики, бывает. Далеко ходить не надо, бабушка у меня. То верит, то не верит. Я вам рассказывала эту ситуацию. Сейчас еще раз расскажу. Прихожу, а она приболела. Ну, возраст, понятно, уже там на тот момент ей было лет 75. Где-то вот так вот подпростыла. Я говорю, давай я тебя полечу. Она говорит, хорошо, с удовольствием. Легла. Здравствуйте. На диван. Я открыла святой Николай Чудотворец. Но пожилой человек нагрузку давать не нужно абсолютно. Он работает очень мягко. Мы все это знаем. Там, где нужно, по здоровью, очень мягко. Энергия сама все делает. Сижу около нее. Этот потихоньку ее начинает трясти. Начинает трясти до такой степени, что, понимаете, она реально вот лежа подпрыгивает на диване. Я сначала не поняла, не скажу даже, что паника у меня, добрый, началась. Просто сразу пришла информация. Человек попросил показать, что это за фигня и что она может делать, эта энергия. Ей показали. Минута 3-4, наверное, ее потрясло. Потом я попросила мягко свисти на нет. Вот это все. Все. Трясти перестала. Это вот один такой случай. Некоторые просят, да, показать всю мощь, энергии. Хотят почувствовать на себе, что это такое. Горюжит знатно. Хотите почувствовать? Почувствуйте. Поэтому я всегда говорю. Мягко, тихо, нежно. Настолько, насколько наш организм может безболезненно это вынести. То, что у нас происходят чистки, это, естественно, последствия энергии, работы. Но это выходит наша грязь. Тут же у нас есть энергия на облегчение состояния. Все это мы можем убрать, конечно, не быстро. Но, опять же, нужно понимать, что безболезненно мало что проходит. Потому что сколько лет мы копили в себе. Все. И если пытаться это за один раз убрать, это очень тяжело. В сравнении могу привести, как изгоняют сущностей священники. Все видели, да? Когда-то сталкивались видео в Ютубе, фильмы, в принципе, да, это на самом деле так есть. Это очень больно. Или как работаем мы? Тихо, мирно, постепенно. И то, когда идет всплеск, выход. Сегодня мы опять об этом говорили с ученицей. Сущность, крупная сущность обычно выходит в толпе. Вот тогда, да, тогда хреново. Натурально хреново, потому что другого слова я не скажу. Вот единственный вариант. А у меня сказала все, значит, умираю. Боль прошла, я так смерть. Люди по-разному реагируют. Поэтому проверяйте информацию, перепроверяйте информацию. Несколько раз. Сколько влезет. Я вот в последнее время говорю вам, разговаривайте со своим телом. Тело. Каким ты хочешь быть? Стройным. В здравии. Орган, печень. Какой ты хочешь быть? Ну и там, естественно, сами соображаете, что вам нужно. Кожа. Какой ты хочешь быть? Нежной. Чистой. И так далее, и тому подобное. Мама сказала. Я так и поняла почему-то. То же самое со своим телом. Можно у него спрашивать. Оно вам ответит правду. Вот встаньте. Сидя, не получится это сделать. Встаньте так, чтобы вы ничего не касались, чтобы у вас опоры вокруг не было, кроме как под ногами. и задайте себе вопрос или тот, который вас волнует, чтобы можно было ответить «да», «нет». Или давайте поэкспериментируем. «Нужно ли мне курить?» Тело должно качнуться вперед-назад. Вперед или назад. Расслабьтесь. Не управляйте телом. Позадавайте вопросы. Назад. Я сколько раз экспериментировала, сбоев не было. Можете про меня спросить. Нужно ли мне слушать Наталью Бинер? Магичный тест всегда работает. Это подсознание работает. Или нужно ли мне слушать Наталью Бинер именно вот в этой позиции? Именно для меня это нужно или нет? Вперед. Ну, слава богу. У меня мама недавно, буквально вчера или сегодня, мы с ней разговаривали, и она мне по телефону... Ох, сегодня там выступал кто-то там, в общем, по здоровью они слушают. И вот он сказал, кушать можно все, но маленькими порциями. Господи, я к ним как не прихожу, натыкаюсь на малышеву. Меня вот реально, меня начинает трясти. Я не понимаю, как вот эту фигню можно смотреть и... Да, там может быть что-то интересное, но настолько вот это вот поставлено, эта постановка, там столько вранья, я на вранье всегда реагирую. Ну, спасибо. И там то нельзя, яйца нельзя, молоко для взрослых людей, и для детей там после трёх лет это уже яд отрава. И чего-то там только нельзя. Ну, в общем, я говорю, господи, а я всегда против. Я всегда говорю, прислушивайтесь к своему телу, к своему организму. Он попросит то, что ему нужно, то, что не хватает. Я говорю, мам, тебе это ничего не напоминает, то, что ты мне сейчас пересказываешь? Ну, вот, бабушка наша так всегда говорит, я говорю, ну, блин. Я толдычу чуть ли не каждый день, да, особенно у нас сестра. Слушать можно, всё, можете сесть, стоя только экспериментировать, задавать вопросы. Элементарно, на базаре к мясу подходите. Хорошее мясо или плохое? Вперёд-назад. Понятно, что это какое-то количество времени нужно. Ну, самое главное, не забыть об этом. Вынос мозга, это да. Я говорю, у меня трясучка сразу начинает. У нас сестра помешана на стройности, на правильном питании, там, ну, всё жесть сносит её. Свой заход. Я не спорю, это полезно, выглядит она замечательно. Весит она тоже замечательно. У меня такой силы и воли нет. Я живу немного по другому принципу. И маме она в этом плане мозг выносит, диетами и всем прочим. Оль, на что как маятник? И вот эта вот привычка всегда себя оговаривать в еде. Вот они кушают, да, и оговаривают себя. Ну, что там вообще может пойти в пользу? Поэтому я всегда говорю, кушаем и стройнеем. Кушаем и стройнеем. Или кушаем. У нас прибывают деньги. Но не так, что вот я съела булочку, всё, трындец, у меня завтра 10 килограмм вывалится. Ну, естественно, оно вывалится. Так. Меня на куриц вперёд качнуло. Сильно удивилась. Управлять не надо. Тело расслаблено. Это мода, да, интуитивное питание, есть что хочется. Я говорю, просто нужно думать, нужно прислушиваться к себе. Тело качнётся. С маятником не сравнивайте. Тут совсем другая физика идёт. Маятником мы можем управлять. Моя мама всегда не одобривала, если я оговариваю. Потому что, ну, вот честно, я не понимаю. Нужно жить в удовольствии. Не, извините меня, не сожрать там тазик, чего-то, да, посредственности, на что денег хватает. Понятно, что это от желудка ещё зависит, что он растягивается и туда лишь бы напихать. А что-то вкусненькое, что организм хочет, оно тоже может быть недорогим. Я вот, например, очень люблю картошку мелко. Ну, как на супчик, кубиками порезать. Луку много туда. Водички, соли, там можно специи и подсолнечного масла. Опять же, немного. И вот у него вкус, как будто ты его с грибами сварил. Вот это вот я тоже люблю. Ну, не каждый день, там, раза два-три в год, может быть, сделаю. Тоже вкусно. Кто не управляет собой в плане питания, вырбите зуб мудрости. Рекомендую. Вы будете есть. Мало, только самое-самое вкусное. Маленькими кусочками. Танюш, тогда только вот передние оставить. Сто пудово. Вот, Люд, тоже правильно. Бабушка говорила, ешьте все пока можно, потом захочется, уже нельзя. Прямо сразу начинаешь думать, стоит ли оно того. О, Санюша, ты про что? Да. Ешь, пока орутся ешь. Не стоит себя ограничивать. Я понимаю, там предпочтения у людей разные. У нас есть вегетарианцы. Я к ним не отношусь. Зуб удалили, я болею. Черный юмор, ясно. Вот. Я к ним не отношусь. Пробовала. Честно скажу, пробовала. Месяц, два, может быть, я не ела мяса. Я почки себе посадила. Я лет 15 их восстанавливала. И теряла сознание. Это не всем идет. Поэтому, опять же, будьте аккуратны. Что-то мы в тему питания ушли, хотя, ну, тоже интересно. Ладно, договорим уже. Вот. Я не могу без мяса, потому что работаю с магическими программами. Может быть, кто-то может. Я так не могу. Если я работаю по смертельным программам, у меня ни дня не обходится без мяса. Это, опять же, не говорит о том, что я тазиками его ем. Нет. Две котлетки, например, грубо говоря, в день выше крыши хватит. Опять же, это про каждого отдельно. Сейчас дойдем. Я говорю, отвлеклись немножко. После болезни хочется жареного мяса. Сама с чесночком. Да? Каждого свое. Так. Голодная без него. Кто к чему привык, организм ломать не стоит. Потихоньку можно попробовать. Если вам это идет, то да, пожалуйста. С водой по 2 литра я тоже не согласна. Например, у кого давление, тем нежелательно пить много воды. пить столько, сколько просит организм. Просит железо. Уже без мяса голодное. Похоже, не они ужинал народ. Ага. Пойду до холодильника. Да. Ну и вот. Это я все про энергии. Что с ними лучше всего и легче работать. И сегодня. Так. Вроде как по омоложению. Да? Мы работаем. Не только по омоложению. решила я сегодня не. Если хотите, пожалуйста, принесите, приготовьте крема, чем вы пользуетесь, как обычно. Маломойку, зубную пасту. Абсолютно все. Все, что может зарядиться, все, чем вы пользуетесь. Надюш, ты про что? Если он совсем не просит организм, так не может быть. Так не может быть. Прислушивайте. Радость-то какая. Всемирная организация здравоохранения рекомендует пить воду. Опять же, это не всем подходит. Не всем. Организмы разные, люди разные. Я вот, например, про себя думаю, что последняя жизнь у меня была на какой-то планете, где сутки шли часов в 30. И я до сих пор не могу перестроиться. Мне тяжело жить в 24 часа. Не упустите. Так, это я. Капли для глаз, витамины, таблетки. Все. Можно и нужно зарядить. Абсолютно все. Все. Яблочки молодильные, игрушки, мандарины, апельсины. Я так думаю, что сейчас к Новому году все подготовились. Почти. Практически у всех, наверное, это все есть. Или потом под запись, чтобы сейчас не таскаться с такими объемами. Запись будет, как всегда, ВКонтакте. Так, кто не не знает, вот я ссылочку скину. Сразу все поскидываю, да? Чтобы потом не отвлекаться. И так мы тут полчаса про свои организмы разговаривали. И вот еще. Классненько. Все у нас классненько. Все у нас шикарненько. В записи работает, энергии работают так же, если не сильней. Почему вода? Девчонки, скопируйте. И вино можно зарядить, спиртное все можно зарядить. Если у кого-то употребляют через чур родственники, спиртное можно зарядить определенными энергиями, чтобы меньше пили. Это можно сделать. С энергиями можно сделать все. Итак, начинаем нашу энергосессию. Цвет, я с тобой согласна. Это здоровый человек выделяет полтора литра мочи. А здоровых у нас не очень много людей. Поэтому тут нужно подходить индивидуально к каждому конкретно по себе смотреть. И откроем, какую энергию в нее беру волна омоложения. Организм у нас на 80% практически состоит из воды. Поэтому мы сегодня полностью работаем с водой. Эта энергия очищает, выводит, наполняет, работает с кожей, работает с органами на омоложение. И не так давно мы вспомнили про живую и мертвую воду. Вот сейчас мы как раз я их и открыла. Живая вода и мертвая вода. что делает мертвая вода? Эту воду пить можно уже сейчас, кому хочется. Впоследствии умываться, делать массаж на лицо, на тело. Заряжать можно много. По записи можно заряжать, как я уже говорила. Мертвая вода очищает. и останавливает рост клеток новообразований. Кисты, миомы, онкология. Живая вода. Практически оживляет, возвращает здоровье и молодость. можно добавить серебряная капля. Серебро само по себе чистит. капля у нас по-моему противовирусная идет, если мне память не изменяет. Живая и мертвая вода – это многоканальная медицина. Все замечательно. Серебряная капля. серебряный блог тоже обожаю. И давайте еще до кучи добавим витаминный коктейль. витаминный коктейль – это энергия. Все энергии, которые я открыла, идут, во-первых, на зарядку воды, во-вторых, они идут по вашему организму, потому что, я уже до этого сказала, практически на 80% человек состоит из воды. Казалось бы, да? Ничего сложного. Запускай эти энергии на себя и вода, жидкость в организме будет работать, заряжаться. кисты, жиревики, под мертвую воду, попеломки, онкология была или есть. Еще раз напомню, останавливает рост клеток и выводит из организма. Попеломки, жировики, кисты есть практически у всех. Практически у всех. Нет, в любом случае что-то лишнее в организме в любом случае есть. Оно выведется. Живая вода на оживление и на омоложение. Витаминный коктейль что дает? Он дает организму те витамины, которых данному организму не хватает. Еще раз расскажу ту ситуацию, в которой я сама была. Серьезно занялась чисткой, вычистила напрочь организм весь, полностью от и до. Получилось так, что то ли на капельнице надо было ходить, то ли кровь из вены у меня брали. Мне иголку в вену вставляют, она у меня лопается. Натурально лопается вена. Я так думала, ничего себе, нормально я почистила себе. Все из организма вынесла вместе с грязью и все, что нужно, вымела. Где-то, наверное, с неделю я работала несколько раз в день, или меньше даже сейчас не скажу, витаминным коктейлем, просто одним витаминным коктейлем, бальзам добавляла, может быть, иногда. Через неделю пришла, все идеально. Кровь, по-моему, все-таки отдавала. Все идеально. И венки в порядке, и анализы в порядке. Поэтому я говорю, энергии действуют на каждый организм, так как этому организму нужно. А то, что я вычистила все напрочь, ну, извините, сама дура. После этого я уже так не делаю. После этого я уже работаю мягче. То, что мы заряжаем воду. Все мы знаем, вода очень быстро впитывает информацию нужную, ненужную. Можете тару, в чем у вас вода стоит, ручками взять, своей энергией зарядить дополнительно. и пожелание высказать, для чего это нужно вам. Что вы хотите еще получить дополнительно. И откроем еще энергию святая вода. святая вода идеально очищает, гармонизирует все процессы организма, регенерирует ткани кожи, а также развивает тонкую чувствительность и интуицию. из чего витаминный коктейль из энергии добавляет ваш организм то, чего именно вам не хватает из витаминов. Как самочувствие, состояние, настроение? Отлично. Катерина, что вы не поняли? Чуть раньше я рассказывала о коктейле, о витаминном коктейле. Бодренькая, хорошая, спокойная, бодрая, хорошая. Теперь в стакане с водой квадратные пузырьки. Ясно. На здоровье спать хочется. Нормально чистка прошла, хотя казалось бы, ничего такого мы не делали особенного. Пожалуйста, вот это заряженная вода, как мы ее назвали, тоник, на здоровье. Можно пить, мутит, Оля, воду пей, пусть чистка идет. как раз будет выводить сейчас все на здоровье. Умываться, делать массаж, я не знаю, в пиаушку налили, да, кончики пальцев макаете и делаете себе массажик. Там, где достали, что достали. воды. Но после этой воды не вытирать, чтобы эта вода впиталась в организм. по-моему, у нас тоже квадратные пузырьки. Кто больше? У кого треугольные? На здоровье никаких духи то же самое? Духи то же самое, но вот я вспоминаю, мы заряжали их на привлекательность, да? По-моему, было у нас как-то такое. Да. Вот теперь можно месяц закуснуть после воды. На здоровье. Восьмигранный. О! О! Вода как минералка достала. Вода после зарядки. Можете сравнить ту воду, которую вы зарядили и принести незаряженную воду. Она очень хорошо отличается по вкусу. Поймете сразу. На здоровье. Еще вопросы есть? Что еще интересно вас просите? На здоровье. Прикольно. Вода стоит в комнате, сейчас стала холоднющей и ледяной. Это знаешь, почему может быть? Потому что святая вода это из матрицы святых стихий я взяла. А состояние воды твердое, жидкое, газообразное. У тебя, видимо, торкнуло на твердое больше. На здоровье. На здоровье, девчонки, мальчишки. Раз вопросов нет, на сегодня заканчиваем, прощаемся. С наступающим Новым Годом. На здоровье. И я вас люблю, благодарю. Всем пока. Спасибо. 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 Продолжение следует...